Приветствую вас, аноним. Давайте разберем то, что вы написали. Значит, первое, что касается вопросов. Вот именно, что касается вопросов в целом, то вопросы здесь, если мы говорим именно о том, какие лучше вопросы задавать, то вопросы здесь имеют смысл. Задать именно касающиеся того, что человеку на данный момент важно. То есть вот, я бы спросил так, что для тебя сейчас приоритетно? Что для тебя сейчас наиболее важно? Каких людей ты хотел бы видеть рядом с собой? Или какие человеческие качества ты больше всего ценишь? Вот как-то так. Вот это вот именно такие вопросы, которые, ну, помогли бы понять ориентир человека. Вот только, скорее всего, вы и сами уже знаете, какой ориентир у человека. Хотя бы, хотя бы потому, что говорите, что в отношении семьи ничего особо не движется. Ну, то есть, если бы двигалось, то вряд ли подобный вопрос бы у вас стоял. Вот, в принципе, все. Потому что любые другие вопросы будут восприняты скорее как давление. И реакция на них будет крайне непредсказуемой. То есть, может быть, там будет что-то хорошее, а может быть, там будет что-то плохое. Предугадать это практически невозможно. Если вы говорите о вопросах без претензий, ультиматумах и обвинениях, то это именно та самая история, о которой можно говорить. Теперь, дальше. Он живёт с мамой. А, нам по 38 лет, пишите вы. Смотрите. Я бы сказал, что здесь какое-то значение для вас имеет возраст. Причём, понятно, что возраст не его, а ваш. То есть, вам важен ваш возраст. То, что вам 38 лет, очевидно, играет какую-то роль. Я могу, конечно, быть не прав, я могу, конечно, ошибаться, но, скорее всего, какое-то значение возраст для вас имеет. И очень важно понять, какое значение имеет на ваш возраст. Очень важно понять, не переживаете ли вы по его поводу, не беспокоитесь ли вы, принимаете ли вы его, не стыдитесь ли вы своего возраста. Нет ли у вас какого-то кризиса, в частности возрастного и так далее. Это очень важный момент. Потому что, если что-то такое есть, то, скорее всего, есть проблемы и с естественностью поведения. Что, в свою очередь, крайне сильно мешает выстраиванию отношений. Именно вот таких свободных, именно таких вот непринуждённых, именно таких вот, в которых, ну, каждый чувствует себя, условно говоря, в своей тарелке. Да? Вот. То есть, тема возраста очень важна здесь. Может быть, вы думаете, что вот, мне 38 лет, и я уже, там, не молода, хочу семью, да, боюсь, что семью у меня не будет. Вот. Соответственно, ну, соответственно, стремлюсь к тому, чтобы эту самую семью создать. Вот. Или, там, боюсь всего-то ещё, боюсь одна остаться, или ты, и так далее. Вариантов здесь достаточно много, но, вот, правда в том, что это нужно поисследовать, в любом случае. Дальше. Он живёт с мамой, разведён, с женой жил с родителями. Я с сыном снимаю жильё. Ну, смотрите, если у мужчины нет каких-то таких серьёзных, прямо, оснований для того, чтобы жить, условно говоря, с родителями, да, если у мужчины прямо нет таких вот серьёзных оснований, серьёзных, ну, моментов для этого, то, скорее всего, об этом, скорее всего, это говорит о том, что человек не совсем зрелый. И к самостоятельности, мягко говоря, не готов, а то и, скорее всего, не готов. То есть, такой человек не будет самостоятельный, такой человек не будет ответственный в полной мере, такой человек не отвечает за свои действия и, соответственно, имеет некие трудности с принятием решений и, соответственно, за них. Так что здесь вполне естественно, вот. Потому что тяготение к родителям – это про, ну, про некоторое застревание, скажем так, в позиции ребёнка. Ну, у мужчины, в данном случае. Вот. То есть, вам нужно здесь вообще-то спросить себя, а готовы ли вы там жить с ним на его условиях. Например, с его родителями. Вот. Ну, вот тут вот вы пишите, да, значит, что с родителями, а потом вы пишите с мамой. Не очень понятно, там, только мама или есть ещё отец. Вот. Но правда в том, что вы сами вот определитесь, такова, готовы ли вы. Потому что, вероятно, с того, что мой сын ради вас будет менять свой образ жизни крайне мало. Вот. Дальше. Я снимаю квартиру с сыном. Почти вы. Ну, не самая лучшая, конечно, ситуация. Я так полагаю, в плане того, что, наверное, вам не хотелось бы снимать квартиру. Наверное, вам хотелось бы чего-то другого, например. Например, вам, наверное, хотелось бы, ну, жить как-то вот, ну, на своей территории, наверное. Вот. То есть это, конечно, тоже может быть, ну, проблема, да. То есть тут вопрос, насколько вы удовлетворены вот своим текущим положением финансовым и жилищным. И насколько адекватно вы к нему относитесь. В плане того, что, да, может быть, это не самый лучший вариант, но это тот вариант, который вы, вероятно, можете себе позволить. Это тот вариант, который, ну, который вам поступит. И, соответственно, важно, насколько вы его для себя принимаете. И не принимаете ли вы этот вариант вообще. Потому что, если вы не принимаете его, то, опять же, здесь появляется эффект сверхмотивации. Когда человек, ам, эм, чересчур сильно пытается что-то поменять. Даже вот посредством, ну, вот, эм, ну, таких вот действий. Дальше, общаемся полтора года, каждый живет своей жизнью, он не знаком с сыном, и с сыном я с мамой. А, ну, смотрите, вы пишете, что, эм, общаетесь, эм, полтора года, но о чем общаетесь? Полно, полтора года. Какого рода это общение? Есть ли встречи? Эм, есть ли секс? Потому что, если, например, эм, общение, только общение, да? То есть, вот, ну, какие-то, с точки пересечения, с точки пересечения какие-то, у вас есть, к примеру, ну, именно, вот, точки пересечения. Но их, может быть, недостаточно для того, чтобы, например, эээ, ну, были, эээ, ну, чтобы были, эээ, крепкие отношения. Их недостаточно для того, чтобы вы, эээ, ну, грубо говоря, эээм, смогли стать парой, например. Вот. То есть, это, вот, такой, достаточно важный момент, на который, на мой взгляд, вам нужно обратить свое внимание. Дальше, эээ, он не с таким сыном, я с мамой, каждый живет в своей жизни. Ну, здесь у меня вопрос, наверное, только один. А, что, должно быть, как-то по-другому, да? То есть, эээ, ну, и считается, что вы не должны жить в каждой своей жизни? Или как? То есть, эээ, в каком контексте вы это написали? Про то, что, вот, каждый живет в своей жизни. Готовлюсь к прямому разговору с ним, так как для меня важно на данном этапе понять, продолжать ли с ним или нет. Ну, я вам уже могу сказать, что ваши отношения, они очень сильно напоминают какое-то такое, очень, ну, что-то напряженное. Потому что, эээ, как бы, ну, вы неестественный, в общем, человек в отношениях. Вы, эээ, ну, не позиционируете себя как естественного партнера. Вы больше позиционируете себя как партнера с ожиданиями. Эээ, причем, эээ, который выбирает человека, а не, эээ, отвечающего, его ожиданиям. Вот. И, эээ, как бы это уже, ну, к сожалению, да, это уже не отношения, это, эээ, в большей степени, ну, такая, эээ, своего рода имитация отношений. Потому что, эээ, ну, отношения, ну, немножко, все-таки, другое. То есть отношения, это когда человек, эээ, к другому человеку, да, эээ, как-то себя проявляет. А в данном случае вы, эээ, беспокоитесь о себе. Это правильно, что вы беспокоитесь о себе, это хорошо, но не в контексте отношений. Вот. Поэтому, момент здесь очень важный. Эээ, ну, и прямой разговор, да, это все, это, как бы, в прямой, в такого рода беседах никогда ничего не решается. Мне нужна семья, пишите вы, у нас все в этом направлении без движения. Ну, соответственно, главный вопрос, зачем вам нужна семья? Для чего? Эээ, как правило, это про защиту, это про защищенность какую-то определенную, это про попытку реализоваться. Вот, это про самооценку, это про, в какой-то степени, нежелание быть белой вороной. Вот. То есть, это вот про эту собачь. То есть, опять же, хотеть семью – нормально. Каждый, в принципе, хочет семью. Ну, каждый человек в смысле этого хочет. И вы в этом смысле не одиноки. Вот. Но, есть разница между тем, что, в принципе, хотеть семью, и тем, чтобы конкретные отношения пытаться подстроить под свои желания. Потому что каждый раз, когда это происходит, под угрозой ставится желание партнера. А если под угрозой ставится желание партнера, то под угрозой же ставится и принятие партнера. А если под угрозой ставится принятие партнера, то под угрозой же ставится характер ваших отношений, который из чувственных может превратиться в расчетливые, меркантильные. И, как ни странно, в этом тоже плохого ничего нет. Но нужно признаться себе, признаться себе точнее, в том, что именно таких отношений, допустим, я хочу. Просто люди, как правило, они не признают этого. Они говорят об эмоциональных и чувственных отношениях, но при этом фактически выстраивают отношения по расчету, к сожалению. Дальше. Помогите составить список вопросов, самый главный вопрос, касающийся его стиля жизни, его жизни с нами, наших отношений, его отношения ко всему, как он относится к переменам. Ну, понимаете, ваш вопрос, он реалит. В принципе. Но для этого нужно больше знать про мужчин. то есть, я не очень представляю себе, как можно, исходя из той весьма скудной информации, которую вы предоставили, составить список вопросов. Если только вы не хотите, чтобы эти вопросы были какими-то, ну, бездушными, какими-то, такими, механическими, и так далее. Если вы этого не хотите, то, на мой взгляд, нужно больше информации про молодого, ну, про вашего мужчину, про молодого человека вашего, и это, соответственно, ну, какая-то, это какая-то беседа с вами, это какой-то разговор с вами, это, может быть, ну, даже интервью с вами, то есть, это вот какая-то работа, да, а не просто вот придумать, придумать абстрактные вопросы и потом их задавать, да, то есть, мне кажется, это несколько, ну, несколько такой запрос, ну, я бы, наверное, сказал, я бы, наверное, сказал нереалистично, вот, то есть, ну, там подумайте, как вы себе представляете, список вопросов, да, по человеку, которого мы не знаем, да, вот мы его не знаем, мы этого человека не знаем, и вы хотите, что мы задали, задали вопросы, как это, что мы составили список вопросов, вот, ну, нам бы хотя бы с вами поговорить, чтобы рассказали побольше про него, тогда уже можно будет, что-то придумать, тогда уже можно будет что-то рекомендовать. А пока оно очень просто, общее и весьма, ну весьма, как сказать, безлико я бы сказал, безлико, вот именно что безлико получается, то есть именно что без учёта, ну без учёта индивидуальности человека, без учёта его особенностей что-ли, без учёта того, что человек из себя представляет, без учёта того, какой он человек, вот. Так-то общий вопрос придумать можно, но всё это будет звучать крайне механически, вот. И тогда возникает следующий нюанс. А почему вы сомневаетесь в своей способности эти вопросы задать человеку? Именно вы станете выжить на это его лучше? Вопрос? Вопрос? На который вам желательно себе ответить. Так, значит, помогут не в разговорах с ним, потом помогут принять решение. Его ответы, как выстроить разговоры правильно, чтобы не было последствия с ультиматумом слаганом спида. Смотрите, здесь вы демонстрируете невозможность опираться на себя в принятии решения. То есть, вам для решения нужен другой человек. Ну, это то же, о чём, собственно, говорила моя коллега Светлана, с вами ответив вам. То есть, вы не доверяете себе. По сути, вы не доверяете себе. Если вы не доверяете себе, то это вопрос к вам. Почему вы себе не доверяете? И, соответственно, да, с этим можно работать, вот, с тем, что вы себе не доверяете. А можно научиться себе доверять, если у вас такое желание есть. Можно именно, вот, научиться доверять себе и принимать решения. Но вы боитесь ошибки. Потому что ошибка негативно повлияла бы на вас, скорее всего. Так что, здесь, опять же, моя коллега права Светланы. Говоря про то, что важны не вопросы, как таковые, а важно, скорее, состояние. Состояние, в котором вы будете, состояние, в котором вы находились бы, когда с ним беседовал. Дальше. Хотелось бы, после разговора он, чтобы начал переосмысливать свое отношение ко мне. Дальше. Ну, здесь вы говорите про чувство подвиженности. Дальше. Дальше. Вы говорите про чувство подвиженности, про чувство неопределенности, которое, безусловно, крайне тяжело переживается. Дальше. Это понятно. Ну, вот, в контексте переосмысления, да, чтобы он переосмыслил свое отношение к вам. Это, конечно, вопрос весна и весна, прочно завязанный на вашей сыноценке, как я думаю. То есть, вам хочется, чтобы человек, ну, как-то вот, ну, больше, может быть, вас ценил. И я, в принципе, вас понимаю. Но, простите, а что вы делали в своем поведении в том числе? Для того, чтобы человек вас ценил. Потому что, если вы не делали, например, ничего для этого, ну, на мой взгляд, довольно странно. Ожидать, чтобы человек вас ценил, ну, чтобы человек вас ценил. Если вы ничего не делали для того, чтобы он, ну, чтобы он это делал, чтобы он так делал, чтобы он относился к вам, там, с уважением, да, чтобы он относился к вам так вот, как вы, ну, условно говоря, считаете, что к вам, ну, должны относиться. Вот. То есть, нет, я думаю, я с вами согласен, что должно быть уважение, я с вами согласен, что, как бы, ну, нельзя позволять относиться к себе как-то, как-то вот негативно, но что вы делаете для того, чтобы к вам относились больше с уважением. Мне кажется, что проблема, как раз таки, вашей самооценки, она, проблема вашей самооценки, она такая достаточно глобальная, ну, такая достаточно, ну, достаточно, достаточно, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я думаю примерно так, то есть если у вас есть сложности с наоценкой, если у вас есть сложности с тем, что мужчины или может быть даже люди вас в какой-то степени не ценят, то вам нужно себе задать вопрос о том, а что же я делаю не так, да, что я делаю не так. Это очень важный момент, на который вам нужно обратить своё самое пристальное внимание, вот, а сейчас вы двигаетесь немножечко не в том направлении, которое могло бы принести вам в пользу, которое могло бы дать вам то, чего вы, ну, то, чего вы хотели, вот, вот примерно то, как я могу вам ответить на вопрос, который задают. Я надеюсь, что я ответил и на сам вопрос ваш, вот, то есть вопрос связанный непосредственно с тем, что спросить и я надеюсь, что дал вам пищу для размышлений именно в контексте познавания, может быть, себя самого. Поэтому всё, я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам удачи, я надеюсь, что ваша ситуация будет развлечена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!